Около 65 тысяч жителей области прошли первый этап вакцинации от коронавируса и 25 тысяч уже поставили повторную вакцину. Особое внимание новосибирские медики уделяют пожилым людям, поскольку они наиболее уязвимы перед заболеванием. Сегодня опыт регионов в этом направлении оценил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Подробнее расскажет Дмитрий Белькевич. Возле процедурного кабинета в областном госпитале ветеранов номер 3 сегодня очередь. Пациенты ждут вакцинации. В числе тех, кто решил обезопасить себя, Елена Лазарева. Сначала заполнила формуляр, затем прошла осмотр врача, но главное – психологически подготовилась. Бояться надоело. Хочется спокойно жить, привиться и знать, что не заболелишь, не заразишься. По живой очереди заполнила анкету. Сейчас вот буду заходить, поставить прививку. А вот Александру Шишкину, прежде чем сделать прививку, пришлось сперва вакцину поискать. Обращался в разные медучреждения, но срок ожидания его не устраивал. Когда я узнал о возможности бесплатной вакцинации, то сразу же решил поставить себе прививку. Во-первых, это здоровье окружающих и свое личное здоровье. Попробовал позвонить сюда, потому что мне территориально удобно, я работаю недалеко от этого медицинского учреждения. И мне сказали сразу дату, когда можно прийти и вакцинироваться. И вот я здесь. Главное условие для вакцинации от COVID-19 – отсутствие признаков ОРВИ и других симптомов, в том числе характерных для коронавируса. Особое внимание новосибирские медики уделяют пожилым, поскольку они входят в так называемую группу риска. Очень важно защитить именно эту категорию людей, потому что она наиболее подвержена осложнению. И здесь коллеги именно по спискам прикрепленного населения приглашают эту категорию. Они должны прийти и получить вакцину. В первую очередь это учреждение реализуют в полном объеме. Мне кажется, это хорошая практика, которая должна быть транслирована и внедряться во всех учреждениях. По словам министра, Новосибирская область по темпам вакцинации демонстрирует хорошие показатели. К этому дню прививку поставили 65 тысячам человек, и треть из них уже приняли второй компонент. Дмитрий Белькиевич, Евгений Агеев, Новость ОТС.